Итак, закрепление слов первого юнита Мёрфи. Смотрите, что у вас получилось. У нас сложилось в одном юнити, самый такой насыщенный, примерно 100 слов, таких нулевых, служебных, как я их называю, плюс примерно 115 слов из всего первого юнити. То есть сейчас на 200-220 слов у нас уже есть словарный запас, который мы будем прокручивать, обрабатывать и прописывать вот здесь предложение. Для тех, для кого это просто повторение, те уже спокойно идут на юнит 2. Но если вы понимаете, что вы что-то там вы не докрутили, и вы не можете, например, все слова эти вспомнить, тогда, пожалуйста, вместе работаем. В чём смысл? Это даже для тех, кто повторяющее, может быть, интересно, потому что не всегда, зная слово, вы можете его использовать в предложении. Вот, например, наша задача. Я говорю предложение, вы должны быстренько проговорить в голос, как бы вы его перевели на английский. Мой папа доктор. 5 секунд. Если вы успели сказать, my father is a doctor, вы молодец, ставьте себе плюсик, идёмте дальше. Но если нет, пишем вместе со мной. Потом вы будете это всё перечитывать. My father is a doctor. Вы потом эту часть перечитаете, себя надиктуете на диктофон, и удивитесь, оказывается, что 200 слов можно выучить реально за пару дней. Или повторить, ну, повторить ещё быстрее. My father is a doctor. A nurse. Ну, например, у вас династия семейная. My mom, my mother is a nurse. Моя мама – медсестра. Hot. Кофе, tea вы знаете, да? Как вы скажете, чай очень горячий. Ну, как знаете. Даже если не знаете, у вас он на кухне стоит. Даже если вы впервые видите слово tea. Уже не впервые на самом деле. The tea is very hot. Чай очень горячий. Cold. Сегодня холодно. It's very cold today. Идею вы уловили. Если вы вдруг не умещаетесь в эти пять секунд и не можете это сказать на английском, ребята, тогда не льстите себе, делайте вместе с нами. Скорее всего, даже зная слово, вы просто не умеете его использовать. Вы просто не сможете так поговорить. А ваша задача – не просто пройти учебник. Наша задача, чтобы вы говорить все предложения, выражения, слова, которые здесь встречали, вы могли сами использовать в речи. Тренируется это очень легко. Вот я даю вам русское предложение. Зазор, пять секунд, gap. Если вы в этот gap не помещаетесь, не можете быстро сразу сходу сказать. Потому что здесь элементарное, как вы понимаете, первые ваши 200 слов. Тогда, ребята, грустно. Тогда просто берем ручку и пишем вместе. Не льстите себе. Значит, вы не знаете это слово, если вы не можете его использовать. Rich. Я очень богат. Давайте позитивную аффирмацию. I am very rich. Или мы такие есть. Poor – мы не бедные люди. We aren't poor people. People тоже было. Positive – думай положительно. Откуда это было? Слово think помогаю вам. Think – думать. Это немножко грамматически неправильно, но think positive. Не positively, а positive, да? Думай положительно. Пусть будет так. Negative. Вы уже можете использовать отрицательное предложение. Так и скажите. Я могу использовать negative предложение. Sentences. I can use negative sentences. Вы уже знаете частичку нот, да? Can – я могу. Я могу писать на английском. I can write in English. В английском. Но когда говорим speak, им не надо. I can speak English. To close – закрывать. Пожалуйста, закройте окно, мне холодно. Close the window. Please. Давайте скажем так. Мои руки замерзли. My hands are cold. Или I am cold. И откройте окно, вы можете сказать, мне жарко. Как будет? Open the window. I am hot. Мне жарко. Please. Пожалуйста, использовали year. He is 17 years old. Просто о себе скажите I am и пропишите. Вот, например, 36 years old. I am 72, может быть, вам 14 years old. Всё пропишите. Old – старый. Ага, что? Это мой дом очень стар, например. My house is very old. A sister, a brother. Давайте введём слово иметь. Оно у нас будет, но просто чтобы have – иметь. Часто идёт с частичкой got вместе. I have got. Вот это всё можно перейти как иметь. Так и скажем. I have got. Две сестры, например. Two sisters. И у меня нет братьев. I – куда not станет? После глагола I have not got. Или I haven't. Это можно в одно слово написать. Будет haven't. Вот так вот, да? О, выпадает. I haven't got a brother. Так. Или наоборот. I have got a brother. I haven't got a sister. Или sisters. Any sisters. Может быть. Но слово any – любой, никакой. Мы ещё не встречали. A policeman – полицейский. Например. Мой старший брат – полицейский. Давайте использовать my big brother. Слово большой брат. My big brother is a policeman. Вы представляете, да, сколько можно накомбинаторить? Тут столько можно предложений уже составить, зная 200 слов. Вы можете, не затыкаясь, разговаривать уже часами на английском, если бы умели их пользоваться всеми этим. A man – например. Мой папа – высокий мужчина. My father is a tall man. Very у нас уже было много раз. Tall – высокий. Dog – собака. И напишите вот это всё, объедините. Я не боюсь собак, например. I'm not afraid of dogs. Я боюсь темноты. Вы можете сказать. I'm afraid of слово тёмный – dark. Здесь сейчас используется of the dark. Чего-то тёмного вы боитесь. I'm afraid of the dark. Или I'm not afraid of the dark. A clock – часы. Есть часы на столе. Используем конструкцию there is. Там есть, имеется. There is. Потом что у вас находится? A clock – а потом где? On the table. В этом уроке у нас не было table. Но в фонетике много раз table. Но давайте я всё равно выделю вот эти слова, которые я упоминаю. Any – это любой. Dark – это тёмная темнота. Ну, вообще тёмный. Darkness – темнота уже будет. И table – это стол или таблица. Да, внезапно. O'clock – сколько-то часов. It's five o'clock. Кстати, да. It's five p.m. Или, другими словами, it's five p.m. Иногда с точечкой, иногда без. Post meridium – означает после полудня. То есть всё, что после 12 дня, будет уже p.m. До 12 дня – a.m. To be late – опоздать. О, нет, я снова опоздал. Как вы скажете? Oh, no, I'm late again. Если вы никогда не опаздываете, ну, такого не бывает. Ну, допустим, слово never – никогда. I'm never late. Да. Never – никогда. Так, на будущее добавляю вам немножечко слов. Дальше. Late. Уже поздно. Я должен уходить. It's late. I must go. I must go. Очень просто. Must – должен go – идти. Всё. Вместе склеили. Ха-ха. У вас уже готовое предложение. Английский – это просто язык-конструктор. Он как китайский. Я говорю проще китайского. Английского нету языку. Ну, если бы не играли фика, в китайском бы вообще замечательно. В том смысле, что у них почти нет грамматики, как мы её понимаем. У нас русский язык санскритского типа, у нас всегда окончание. Да, это… Там просто такая сложнейшая система. У них просто, знаете, слово, просто правильный порядок выстраиваете, как кирпичик, 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 точка. Ну, вот вам весь английский. Такой машинный язык, по сути. Вот почему программира на нём отлично идёт на английском. Так, again, it's late, I must go. Снова again мы уже использовали. Допустим, давайте друга. А мой друг снова опаздывает. My friend is late again. Так, she – туфли, she is dirty. Вот давайте вот это вот объединим. Там, как там был пример. Мои туфли очень грязные, я должен их почистить. Давайте добавим цвет, мои чёрные туфли. My black shoes. Добавьте ещё новые. My new black shoes. Расширяйте предложение. Ой. New. Хотя новый у нас уже был про Нью-Йорк, вспоминаем. Это уже не новое слово. И, пожалуйста, работайте выделителями. У всех есть маркеры, правильно? Все могут выделить у себя на бумаге это. Делайте то же самое, что я. У вас должно быть всё раскрашено, расцвечено. То есть вы должны осознанно свой, так сказать, ум привлекать и разум к конкретным словам, которым надо заучить, выучить. My new black shoes are, не пусть даже и красным, very dirty, сразу dirt, как грязь, dirty, грязный. И я должен их почистить. Ну, если у вас есть свой butler дворецкий, то вы ему скажите, you must clean them. You must clean them. Вы должны их почистить. Поэксплуатируем, да, немножко. Ну, просто, чтобы вы поняли, что я, ты, он, она, всё равно с must будет одинаково. Смотрите. He must clean them. В каком смысле одинаково? Слово must никак не изменится. Никаких окончаний у модальных глаголов. I can swim, you can swim, we can swim, they can swim. Все умеют плавать, да? You must clean them, he must clean them, I must clean them. Идеально. Просто язык чудесный. Никаких окончаний вообще не надо думать. Просто подставляйте слова в предложении. Так, tired, уставший. Кто у нас будет уставший, голодный и злой? Angry, знаем? Angry birds. Angry ещё и злой. Как вы скажете? Я на работе, я уставший, голодный и злой. Думайте, пока я выбираю цвет. I'm at work. I'm tired, hungry and angry. О, у вас уже целый роман пошёл. I'm at work, I'm tired, hungry and angry. В чем вы интересуетесь? Interested in politics. Ну, например, я интересуюсь политикой о себе. Если не интересуетесь, ну, тогда I'm not. Not опционально. I'm interested in. Ну, в данном случае politics. In music, in history. История, музыка. Music вы знаете, например. Футбол. Тоже уже знаете. Футбол. History. История, да. Languages. Языки. Ну, пока этого слова не было. Politics. At home. Я в данный момент на работе. А, было уже дома. At the moment. At the moment. I'm at home. И теперь обратно. Я не уставший, не голодный, не злой. I'm not tired and I'm not hungry или злой or angry. То есть, все хорошо. I'm okay. I'm fine. Я в порядке. I'm fine. Я в порядке. Обратите внимание, когда они отрицают, они через or. Мы говорим, я не уставший и не злой. Они говорят, I'm not hungry или angry. To work. Работать. На работе я работаю. I work at work. Окей. Я работаю каждый день. У нас было слово each каждый всякий раз. Но для everyday лучше слово every. У нас оно тоже будет. Every. Это каждый. Each всякий, каждый по порядку. Там небольшой оттенок смысла есть. Окей. I work every day. Так. At work. На работе. Быть, находиться. By at work. Мы уже сказали. People. Люди. Люди на работе. Очень милы. The people at work. Обобщаем. В смысле, наоборот. Не все люди мира, а the people. Те люди, которые у меня на работе. The people at work are very nice. Когда рассказывать о своей работе, например. Australia. В Австралии люди говорят на английском. Для тех, кто не знал. Итак. In Australia. In Australia. People. Speak. Мы знаем speak, да? English. In Australia. People speak English. Not Australian. Кстати, давайте допишем. Не австралийский. Not Australian. И вот у вас уже получается все это использовано. Смотри. Вон там наш доктор. Look. There is our doctor. Вы увидели на улице. Да, кого-то? Here. Давай его поблагодарим. О, кстати, в тему. Кто уже выздоровел, кто еще не болел. Я надеюсь, и не будет. И вы подходите к доктору и хотите его поблагодарить. Let's thank him. Давайте его поблагодарим. Let's thank him или her, потому что доктор непонятно, он или она. Слово let's давайте вам сейчас нового добавила. И thank, благодарить уже было. Him, here, его, ее. Как раз потренируйте косвенный падеж. Он, она, him, here превращается. Here здесь. А вот и мы. Here we are. Здесь мы есть. Here we are. Here we are. Здесь мы есть. To thank, благодарить, thank you. To look, смотреть уже использовали. Или, например, на кого-то смотреть. Look at. Предлог это тоже вы знаете. Теперь все объединим. Не смотри на меня. Don't look at me. Или наоборот. Look at me. Посмотри на меня. Kind. Это очень добро с вашей стороны. Давайте еще вспомним, как это будет. That's very kind of you. Question. Простите, у меня есть вопрос. Можно через sorry, можно через excuse me для привлечения внимания. Sorry. Вы тоже слышали, но просто теперь его напишем, еще используем. Sorry, I have a question. I have или I have got a question. Так, вот такая красота у вас должна получиться, собственно, в вашей, вот этой, в нашей тетрадке. Во втором, по второй части. И это все на 200 словах. Обратите внимание, я осознанно призываю вас к этому. Осознайте, зная всего несколько сотен слов, можно действительно на английском уже очень неплохо бла-бла-бла, если уметь их комбинировать. А английский позволяет это делать, потому что он, я как говорю уже, он такой механический языки, языкинный. Кирпичики, так чук-чук-чук-чук-чук, без всяких окончаний, по сути, да. Про окончания чуть позже мы встретим их все три, все три окончания английского выучим прям за раз. Вот, теперь по второй части, давайте все в одном это сделаем, придумываем дальше. So, right, мы уже писали, что мы умеем писать на английском, да, но мы не умеем писать на каком, на китайском, например. Ну или давайте что-нибудь в таком духе, давайте напишем наши имена. Let's закрепим, а в слове let спрятано два слова, let's. Это let, позволять, as, нам, as у нас уже было, нам, это производное от слова мы. А let, to let, это просто глагол, позволять. Что у вас получается? Let us, позвольте нам. Let's, давайте. Апостроф означает, что буковка U выпала. Let's write, давайте напишем наши имена, our names in English, можно добавить на английском. Short, краткий, короткий. И невысокий, вот сейчас это значение невысокий человек добавим. И опишите какого-нибудь человека, которого вы знаете, кто невысокий, или себе скажите. Я невысокий. I am short. Not very tall. То есть I am not very tall. I am quite short. Я довольно-таки невысокий. Шорты в эту же область. Shorts. Шорты. Это предмет. Shorts are. Оно множественное число, шорты какие-то, да? Вот. Например, мои шорты зелёного цвета. Как вы это скажете? My shirts are green. Green tea. Все пьют. Поэтому слово green на самом деле не такое уже и незнакомое. Если покопаться, я когда-нибудь сделаю этот целый видеоурок. Все слова, которые вы уже знаете на английском, но вы об этом ещё не подозреваете. Начиная от шортов, заканчивая green tea, который у вас уже на кухне наверняка. Любую пачку возьмите. Там будет написано green tea. Форм, форма. Пишите в этой форме, пожалуйста, в этом формуляре. Вам просят дополнить анкету и просят write in this form, please. Дают формуляр и просят write in. Пишите в этой форме. Так, сформировать предложение. Давайте сформируем несколько предложений. Красного не надо. Let's form несколько, some, некоторое количество. Any у нас уже было, любое, а some, некоторое количество, некоторые, несколько. Let's form some sentences, какие-то предложения. Вот мы с вами это делаем. Let's form some sentences in English, на английском. Full, полный, full form. Напишите полную форму. Пишите полную форму вашего имени, например. Please write the full form of your name. Of your name. То есть не пишите Саша, а пишите Александр. Ну, например, вас могут такое попросить. Put, put in, put in, put in, put in, put in, так, путин вставить в поисковой набор. Sorry, за автоп. Прям вижу такой в поисковой строке, да? Ага, что выпадет, интересно. Так, put in, вставьте правильную форму там. Или put in, correct, correct, новое слово, form. Вот это в заданиях очень часто бывает, когда put in, надо что-то вставить. Correct form. Вставьте правильную форму. Put in the correct form. The correct form, скорее, будет с артиклем the. Так, the weather. Какая сегодня погода? Это очень милая сегодня погода в Петербурге, как всегда. Сера, слякоть, снег. И вообще, каша под ногами. Так. The weather is very nice today. Можете добавить в вашем городе. In Moscow, in St. Petersburg, in New York. The weather is very nice today. Nice, милый, хороший. It's very nice, thank you. Это очень мило, хорошо, спасибо. It's very nice, thank you. Это очень мило, спасибо. Можете добавить that's very nice of you, как мы уже говорили. Today, сегодня тоже. Как мы скажем, я сегодня не работаю. Нет, пока не будем туда лезть. Это надо грамматику другую вам знать. Okay. Чемодан. Heavy. Там было про тяжелый. Мои чемоданы очень тяжелые. My cases are... Добавим слово always, всегда. Are always heavy. Да, у меня всегда по 40 килограмм было и больше даже. My cases are always heavy. Heavy – тяжелый. Так, что еще может быть у вас тяжелые? Мои сумки всегда тяжелые, например, да? My bags are heavy. Так. To be asleep. Не будите спящую собаку, да? Смотри, кошечка спит. Вот у вас есть красивый какой. Look. The cat is asleep. Просто тренируйтесь, просто подставляйте выражение, пока его не запомните. Потом, чтобы вот эту часть вы могли перечитать и записать себя на диктофон. То есть вы не слово учите, а вы уже предложение целое прочитываете, прописываете, а потом надиктовываете. Open – открывать или открыто. Например, the shop is open today. Магазин. The shop is – является открытым today. Castle. Давайте скажем этому замку две тысячи лет. Там у нас был пример. This castle is two thousand years old. Обратите внимание. Two hundred, two thousand без окончания S, когда мы говорим в числительных. Две тысячи. Два тысяча дословно. This castle is two thousand years old. Tennis. I can play tennis, например. I can play. На самом деле, I can play table tennis. Настольный. Table tennis. Смотрите, сколько все мы уже сказали. A player – игрок. Но я не очень хороший игрок в большой теннис, например. I'm not a good tennis player. То play – играть и играть, на сцене играть. Поэтому a play – это еще пьеса. Внимание, когда это существительное. A play – это пьеса. I like this play. Мне нравится эта пьеса. I like this play. Кого, чего? Кто ее написал, можно добавить, используя предлог by. Тоже наперед вам немножко на будущее. By Shakespeare, например. I like this play by Chekhov. Как они там? Chekhov, да? Вот так вот, Chekhov. Так. A child, children. Дети в школе. The children. Конкретные дети. The children are at school now. Добавляем слово сейчас. Now. The children are at school now. Их школа очень большая, как вы скажете. Their school is very big. Она имеет тысячу студентов, например. It has. Она имеет. А почему has, got, has поменялось к окончанию, для тех, кто не знает. Да, обычно have, got, иметь. Все лица, кроме he, she, it, глагол не меняется. Вот как взяли его в словаре have, иметь. И уже подставили, уже получили настоящее время. Но после he, she, it, немножечко наперед, наша следующая тема, надо менять окончание. Он, она, оно, has, он, она, оно, не просто like, а likes, он, она, оно, не просто clean, чистить, а что-то уже cleans, чистит. Все, вот это вот единственное окончание в английском, которое показывает действующее лицо. Получается, it has got, она школа имеет, a thousand students, студентов, школьников. Who у нас там архитектор? Давайте какого-нибудь родственника спросим. My father у нас уже был доктора, мама у нас медсестра. My big brother уже кто-то там у нас был. Ну, давайте вспомним grandfather. Grand, большой папа, это будет дедушка. My grandfather is an architect. Grand, grand, father is an architect. Each time, всякий раз. Time раз. Ну, вот сколько раз. How many times? Давайте вот это запомним. How, как. Many, много. Times, разы. How many times? Сколько раз? Например, вы что-то делаете. Each time I do something. Каждый раз, когда что-то делаю, я each time. Используйте, например, заполните эту форму и всякий раз используйте английский. Что у вас будет написано? Заполните либо fill in. Fill in this form. Заполнять. Синоним слова write. Писать fill in this form. Use English each time. И каждый раз используйте английский. То есть пишите на английском. Ну, так, притянутый ножка за уши, но тем не менее. Fill in выделим, потому что у вас еще его не было. И how, как, и many тоже еще не было. Bed. Моя кровать не очень удобная. Моя кровать не очень удобная. Моя кровать не очень удобная. Thank you. Мы не курим. We don't smoke. Курить. Хотя smoke area, smoking area, вы уже знаете слово smoke. We don't smoke. Мы не курим. A bag. Сумка у нас уже была. My bag is very heavy. Сумка тяжелая. Happy. Сегодня. Сегодня счастливый день. Давайте так скажем. Today is a happy day. Так. Happy back day today. My daughter. My daughter. Про дочь что мы напишем? How is a straight examination? О! Моя дочь имеет тяжелый экзамен. My daughter has... A difficult exam. Exam. Examination. Well. Почему-то счастливый день. Ну ладно, пусть будет счастливый день. Предположим, она его сдала. My daughter has a difficult exam. Так. A house. A street. Что мы можем сказать? Дома на этой улице очень красивые. Давайте вот это использовать. The houses in this street. Are very beautiful. Are very old and beautiful. Старые и красивые. Examination. Difficult flower. А эти прекрасные цветы для вас? These beautiful flowers are for you. Возможно, слово for, для, да, будет новым. Sentence. Предложение было. Let's write sentences in English. Давайте писать предложение на английском. Paris у нас столица чего? Пишем. Paris is the capital. Наша любимая. London is the capital of Great Britain. Paris is the capital of France. Использовали. Football. Я заинтересован в футболе. Использовали. Уже, да, сказали. I'm interested in football. Или I'm not interested in football. Давайте напишем. Футбол не является опасным видом спорта. Ну, по крайней мере, не настолько, как. Football is not a dangerous sport. Warm. Сегодня в Риме тепло. It is warm today in Rome. А что там в Испании? Как вы скажете, сегодня в Испании не очень тепло. In Spain it is not very warm today. И вот так вот муссируйте эти слова, пока они у вас просто от зубка не будут отскакивать. Я люблю Рим. I love Rome. Хоть там и жарко, и грязно. Так, Italy. I love Italy. Несмотря на те же причины. I love Italy. And Italian. И итальянский язык. Si. Yo amo l'italiano. Так, foot. Feet. Мы имеем две ступни. Ну, ладно. Так себе предложение, но зато. We have got two hands. Когда инопланетянам будете описывать человечество, так и скажете. We have got two hands and two feet. Наша задача просто запомнить. Feet. Множественное число. Foot. Hands. Руки уже были. Рука. A ball. Мячик. A football. Футбольный мяч. Так. We play with a ball. Давайте так и напишем. We play. Чем? We play football with a ball. Мы играем в футбол. We play football with a ball. Мячом. With. С. Вот у нас with answers edition. Издание с ответами. Вот слово with у нас уже как бы было. Но оно еще означает посредством чего. Это как это творительный на русском кем-чем. Да? We play football with a ball. Мы играем в футбол с мячом. То есть с кем-чем мячом. И hand у нас уже было. Про Канаду что мы скажем? Да, Канада большая страна. Оттава. Это capital of Canada, да? Canada is a very big country. Есть такое? Big country. The Amazon river находится... Давайте правду напишем. The Amazon river. Река. Ну, допустим, big river. Река. Новое слово. South America is in... Америка. Вы знаете слово South, юг только надо. Америка. Выделю как новое. In South America. Африка. Знаем. Diamond бриллианты. Угу. А in Africa there are a lot of diamonds. В Африке много бриллиантов. Ну, правда, да? Давайте такие напишем. In Africa there are... Там есть... Там есть... A lot of... Вот это выражение много чего-то, куча. A lot of diamonds. Diamonds. Они не дешевые. They are not cheap. Да? Давайте другое. Этот магазин очень дешевый. This shop is very cheap. А тут супермаркет дорогой. That supermarket... Суперрынок дословно переводится. Market, кто не знал, это рынок. Marketing, изучение рынка. That supermarket is expensive. Почему-то я expensive пропустила, не вижу. To race. Устраивать гонку. Motor racing. Гонки на мотоциклах. Значит, racing car. Например, машина гоночная. Ну, motor racing мы уже сказали, что это довольно-таки dangerous sport. Давайте еще раз вспомним, как это будет. Motor racing is a dangerous sport. Так, cats, не очень опасные животные. Давайте про них напишем. Cats are not dangerous animals. Вот, смотрите. Накомбинировали с вами так себе на целых 36 минут. Но зато, если вы действительно сможете вот это прописать и потом проговорить себя, надиктовать, вы с удивлением обнаружите, что за 36 минут реально можно 200 слов английского усвоить. Ну, как усвоить? Познакомиться их со всех сторон, так к ним подойти, обсмотреть их. И вот так вот должен выглядеть ваш урок. Вот так должна выглядеть ваша тетрадка в Wordbook. Вот такая вся исписана, раскрашена, прописана. А потом вы только что делаете себя, как проверяете. Вот эту часть вы закрыли. И поехали читать. Вот так вот я чуть-чуть вылажу. Почему идея вот линованной как бы столбика, чтобы не вылазить, чтобы потом так вот спокойно закрыли и читали. My father is a doctor. My mother is a nurse. The tea is very hot. It's very cold today. I'm very rich. We aren't poor people. Think positive. I can use negative sentences. Think. Кстати, выражение negative thinking, негативное мышление. Negative thinking. Thinking, как процесс мышления. Negative thinking. Вот вам новое выражение, интересно. I can write in English. Close the window, please. My hands are cold. Open the window. I'm hot. He is 17 years old. I'm 36 years old. My house is very old. I have got two sisters. I haven't got a brother. My big brother is a policeman. My father is a tall man. I'm not afraid of dogs. I'm afraid of the dark. There is a clock on the table. It's 5 o'clock. It's 5 p.m. Oh no, I'm late again. I'm never late. Из новых. Think. Have got any. Negative thinking. Dark. Table. PM. Never. Дальше. It's late. I must go. My friend is late again. My new black shoes are very dirty. You must clean them. He must clean them. I'm at work. I'm tired, hungry and angry. I'm not interested in politics, music, football. At the moment, I'm at home. I'm not tired and I'm not hungry or angry. I'm fine. I work every day. The people at work are very nice. Every. In Australia, people speak English, not Australian. Look, there is our doctor. Let's thank him here. Here we are. Thank you. Don't look at me. That's very kind of you. Sorry, I haven't got a question. Sorry, I have got a question. Итак, здесь black, чёрный, angry, сердитый, music, every, каждый, let's, давайте, и sorry. Как новые слова. Sorry – это жаль. Да, мне жаль. I'm sorry. Не хочет он стираться, но бог с ним. Дальше. Let's write our names in English. I'm short. My shorts are green. To form – write in this form, please. Let's form some sentences. Не кеда. Write the full form of your name. Put in the correct form. The weather is very nice today in St. Petersburg. My cases are always heavy. My bags are heavy. Look, the cat is asleep. The shop is open today. This castle is 2,000 years old. I can play table tennis. I'm not a good tennis player. I like this play by Chekhov. The children are at school now. Their school is very big. Место заканчивается. Of course. So, by Chekhov. The children are at school now. Their school is very big. It has got a thousand students. My grandfather is an architect. Примеры предложений, да? Еще чуть-чуть. Так. Дочитаем до конца. How many times? Сколько раз? Fill in this form using English each time. My bed is not very comfortable. Have a cigarette, please. No, thank you. We don't smoke. Today is a happy day. My daughter has a difficult exam. The houses in this street are very old and beautiful. These beautiful flowers are for you. Paris is the capital of France. Football is not a dangerous sport. It's warm today in Rome. I love Rome. In Spain, it's not very warm today. I love Italy and Italian. We have got two hands and two feet. We play football with a ball. И последний кусочек. Canada is a very big country. The Amazon River is in South America. In Africa, there are a lot of diamonds. This shop is very cheap. That supermarket is expensive. Motor racing is a dangerous sport. Cats are not dangerous animals. В результате, вот мы закрываем почти 40-минутный урок у нас получился, но он полностью включает в себя все 200 слов нулевого и первого юнита. Дальше легче. Если вы вот это вот усвоите, дальше второй юнит у нас будет уже вопросительная форма M is R и уже значительно меньше новых слов. Поверьте, потом вообще сойдет на нет. А вообще в Мёрфи, вот в этом, который мы с вами делаем, как я уже говорила, примерно полторы тысячи именно слов. И почти вся базовая грамма... Не вся, а вся базовая. Не почти, а вся базовая грамма. Все, пока-пока. В втором юните увидимся. Продолжение следует...